вы заслужили эти деньги и еще премию за отличную работу вот это та самая вставка которую я должна была несколько серий назад вставить но совершенно об этом забыла и вот она короче у меня валяется тут на компьютере я ее вспомнила только что буквально поэтому вот сейчас я ее внедряю да мы получили целый драгоценный камень за то что довели его без единой царапины как вы можете видеть привет всем это фейбл и мы открыли эту дверь мы смогли в прошлый раз я должна была вам показать такая маленькая мини-серия просто эти чащобные пещеры этот множитель дался мне с таким большим трудом что просто вот нет никаких слов дом бабочки какое умиротворение я кстати только сейчас вдруг посмотрев вот это осознала что получается это не какие-то места то есть ты зашел как в какое-то здание это какое-то прям вот за холмами за лесами внутри как будто в каком-то кратере в каком-то каньоне находится и вот эта дверь сторожит проход ну даже здесь вот видите есть небо и даже луна есть вот это прикольно господи дом бабочки бабочки летают прекрасно лунный свет падает ну-ка давайте подойдем вот эти вот штуки помните в каком-то в темнолесии была такая тема что мы стреляли прям вот в эту дырку мне бесполезно а вот здесь нет короче ну ладно так а подойти нельзя да подойти нельзя прекрасно повернись к нам в общем этот бы вы множитель дался мне с таким трудом я уже думала даже знаете что давайте мы откроем его я уже забыл как вот вот так открывать так синий зуб о какой ну-ка я уже думала короче откатиться назад к старому сохранению до вот прошлой серии и там мы опыт не распределили еще я думал что как бы заново пройти пытаясь распределить без распределения опыта пройти заново и может быть нам это поможет но короче в общем боевой множитель нужен чё я залезла я хотел оружие посмотреть так холодное оружие вот где-то здесь вот снизу смотрите-ка ущерб 165 плюс 23 у него модификатор есть молния а чё это дает кстати нет не пишет 165 вес легкий у него кстати вес легкий а у нас нас вес тяжелый и 142 о он круче давайте возьмем ну-ка хотя старые пираты ключевого берега часто пользовались абордажными саблями синий зуб хранился в сокровищнице и никогда не бывал в бою его жажда крови почти физически ощутимо давайте берем 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 взяли да ну-ка дайте посмотрим о какой а он теперь будет наверное легче перемещаться да поскольку он легкий он теперь наверно будет у нас шустрее вообще великолепие так вот боевой множитель нужен 14 или 15 или 14 что-то такое я нашла свои записки но я их снова потеряла в общем с этим множителем нужно подбежать да что ж мы будем каждый раз в этот тролль появляться теперь ну-ка мы его быстрее струбить им интересного ну-ка насколько быстро это можно делать да смотрите намного быстрее кстати так вот значит так я хочу попасть в одно место давайте я сейчас остановлюсь и как только окажусь там я вам все дорасскажу кстати надо проверить этим и чем можно закалывать да и можно закалывать все отлично мы его оставляем я тебя не пугала вообще ни разу ой только не феи ладно не ну пожалуйста ой эти феи дебильные эти стервы болотные блин этих стервы еще и две сразу да ой 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 слушайте кто это подходит да хобби да что такие мелкие да я не хочу с этими стерами сражаться блин шот у них попасть блин тяжело очень поровы вы где Вот стервы, а. Кто там меня бьет? Блин, еще сзади. Скотины. Так, ты вот сейчас очень его закалывать решил. Как эту стерву поймать? Убили, нет? Где это урожа? Все, мы их убили. О, нормально. Я уже думала, не убьем. Нормально, все, справились, молодцы. А, подойти. Так, вот-вот-вот, сейчас было, сейчас, сейчас. Сейчас было, вот-вот-вот. Вот. А это вот то, а это вот это. А, ключ серебряный. О, поймали ключ, смотрите. Это он здесь столько времени был, все. И мы пробегали мимо, и, короче, мимо него, да? О, давайте скупим все изумруды. Просто скупим изумруды у всех. Это все, что ты нам можешь предложить, бочонок спил. Вот это то, что мне было нужно, кстати. Если здесь нет портала, вот почему у меня не получалось. Я, когда искала вот эти все зелья, я пыталась переместиться по всем точкам, где есть эти вот продавцы, чтобы собрать у них все зелья. Но не нашла так много. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэм. Так, вещи, прочее, пламя, себе оставь. Оборотни проклятия ведьми на леса. Мерзкие твари. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэм. Зелья. Да что так мало-то всех зелья у тебя? Подарки. Один изумруд. На, давай купим. Срок следующей поставки. Спроси, что-нибудь полегче. Еда. Давайте еду накупим. Потому что восстанавливает здоровье, все дела. Ля-ля-ля, тополя. Так, цыпленок. Блин, цыпленок зло. Давайте. Да сколько? Почонки сплю себе оставь. Пойди навести Мейза в гильдии. Я не хочу идти сейчас к Мейзу. Я хочу кое-что сделать. Вот, спасибо. Рад вам услышать. Приобрести, ясно. А, да. Мейз сейчас в своих комнатах в гильдии. Пристали к нам. Он хочет тебя видеть. Откуда все вот эти люди тут вот в лесах, в полях, в затемнениях в курсе, что Мейз сейчас в гильдии. Он нас хочет видеть. Он нас ждет. И все в таком духе. Это просто. Боже, благодаря вот этому, вот этому заклинанию мы просто смогли поднимать его множество. Если бы не оно, мы бы не справились. Потому что с мечом я пробовала несколько раз, как бы, он их убивает быстрее, чем мы успеваем добиться этого множества. Хотя, в принципе, на самом деле, серьезно. Если бы не тролль в конце, у нас бы ничего не вышло. Я не знаю, почему надо так сложно было делать такое задание. Продолжай в том же духе. Все, умер. Какая мощь. Мы там, где надо. В прошлый раз мы именно здесь и остановились. Вот тут вот. Чего он там не видел? Убирай мечик. Видите? Ну да, тут, короче, за полями, за холмами. Я хотела попасть вот сюда в прошлый раз. И нам после сражения с хобами сюда просто необходимо. Давайте попробуем. А, надо нажать. Буардель открыт. Уважаемый посетитель, добро пожаловать. Идемте в буардель. Нам надо расслабиться. Да. О, герой. О, как же я молила богов, чтобы они послали кого-нибудь из гильдии, кто... Да? О, ну где же мои манеры? Здрасте. Меня зовут мадам Минже. Минже. Пойдемте пожаловать в легендарный темнолезский бордель. Как-то спокойно спрашивает. Прошу следовать за мной. Пойдемте. Пойдемте. Как видишь, наш бордель натуральный оазис покоя и наслаждения среди скромных реалий этого мира. Так что оружие и заклинания здесь запрещены. А если нападет кто-то, что бы он сделал? Мужчины веками приходили сюда в надежде избегнуть своих горостей и так далее. Абсолютно верно. Однако, короче, у нас тут своих проблем полон рот. Господин Перощуп, теперешний наш владелец, он как бы это выразится. В некотором роде жестокий самовлюбленный козел с английскими наклонностями. Как все сутенеры. Он обращается с барышнями, как с рабынями, если не сказать, как с животными. А ведь многим из них больше и продаться-то некуда. Ах, если бы нам отыскать купчий на наш бордель. Впрочем, наверное, тебе это неинтересно. Пожалуйста, разполагайся. Ну так-то мы пришли передохнуть после хобов. Итак, бордель. Смотрите, ну-ка. Мадам Минше, ее пламенная страсть и огненные волосы заворажили больше мужчин, чем все ведьмы Альбиона. Это вот она. Ну, в молодости она была немножко другой. Всего хорошего. Как ты, герой? Хорошо, прекрасно. Давайте посмотрим. Че? Подкупить стражу это обойдется в тысячи золотых? Нет, зачем? За счет чего подкупать? Ламенция, богиня Боли. Я какая. Так. Тут ничего больше нету. Господи, какая уютная, умиротворяющая атмосфера. Сюда надо было давным-давно прийти, да? Здравствуйте. Гильдия тебя ждет. Да, со своей гильдии остается. Вижу, порыбачить есть. Давайте порыбачим. Мы пришли успокоиться после хобов. Все, как бы, мирно, чинно. Вот, давайте. Прекрасно. Ну, ловись, рыбка. Так сложно. Мне еще ни одна рыба не ловилась. Наконец-то. Зелье здоровья. Смотрите, какое-то зелье здоровья поймали. Лунная рыба. Улыбаемся, да? Ваше высочество. Ну и мужик. Да. Да. Ну и мужик, согласна. Тут есть ворота. Всего хорошего. Подвинься. Ворота тут есть. Вот они, ворота. Давай. Тяжко быть каменной дверью. Знаешь, когда у меня в последний раз было? Нет? Да никогда. Да ладно. Вот ты бедненький. Так что ныне я сублимирую. Впускаю только опытных, а у тебя еще молоко на губах не отсохло. Возвращайся настоящим жеребцом. Понятно. Вам ясно, что нам надо сделать, да? Ну, то есть вы понимаете, да, зачем мы пришли в бурдель? Не просто так. Не просто так. Ну, во-первых, мы пришли отойти до отхобов. Давайте, давайте, шереша. Денежки, наверное, следопыты. Вот, смеюсь. Так, сейчас. Пустите, пустите. Чудесно. Я вот здесь вот сохраню сейчас. Ага. А мы оказались, получается, не там, да? Мы вот здесь в самом начале оказались. Ну, ладно. Так, нам нужен пирог. Съешь пирог. Отлично. Пошли. Для вас прошла секунда с сохранения, а для меня прошла неделя с сохранения, потому что мне так осточертело после множителя. Он просто идеален. Вот они с разных сторон. Кто? Кто? Здравствуй. А, это барменша. Так осточертело все вот это вот с боевым множителем, что я даже не смогла продолжить. Перестань орать, женщина. Что тебе надо? Ты нас за девушку приняла? Отлично. Ехо. Так, смотрите, смотрите. Тут женщина, женщина, женщина. Уж само совершенство. Я обещала, что Фейблу надо расслабить. Для меня прошло... Что ты так орешь? У меня прямо сердце так искали. У нас что-то поменялось? Нет, все так и осталось. Что они так орут-то мне тогда? Ого! Это кто? Это кто? Это кто? А, это барменша. Не, нам барменша не нужна. Давайте мы... Нам нужно что, получается? Нам нужно для двери. Вот для этой, для того, чтобы ее открыть. Я не помню, что за ней находится, но вдруг там тоже какой-нибудь мечик. Хотя это вряд ли, конечно. Там мечик, может быть, какое-нибудь зелье тоже. Рад меня видеть. Спасибо. Я тебя тоже. Так, а что тут, мужик, скажешь нам? Я машина любви. Я готов вспахать поле экстаза. О, да! Ты похож на того щегла из самого начала игры, который изменял жене. Ты, надеюсь, не изменяешь жене? Чудесно! А то я тебе сейчас это... Чудесно! Живо. Ну-ка, ты что скажешь? У меня как-то была девушка, но, кажется, она меня не любила. Ушла к дворнику в итоге. Вот такие профессии там были, дворники. Ясно. Ух ты! Я, короче... Девушки там, да? Я предлагаю нам, как бы, да, ему расслабиться, потому что это для меня прошла неделя, а он по-прежнему только что боевую множитель поднимал. Он само совершенствует. Женщина, вы можете встать на месте ровно, смирно? О, привет, герой. Меня зовут Амелия, и мне кажется, я то, что вам нужно. Да? Просто позвольте мне показать. Ага. Да? Не волнуйтесь, вот увидите, что я стою каждой монетки из сотни. Ну, давай. Чё, Ана, дали нажать. Пошли, 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 смотри, смотри. Ага. Расплатился, надеюсь? Ну, стой, тогда вперёд. Постель у нас тут одна, знаешь ли. Кто одна? Там вон сколько клиентов ходит, мы что, все по очереди будем на одну? Ой, смотрите, там с сердечком кроватка. Герой. О, неплохо. Ещё. Я вижу, вам понравилось. Заходите повторить, приходите в любое время. Есть немножко, да. Женщина. Я-то думала, она односпальная, эта кроватка. Вот оно что. Да, чё происходит? Посмотрите на его тарусы. Лифчики подёрнули. Не прячьте своё хозяйство. Ты посмотри, какой вообще, а. Ну-ка, давайте осмотрим нас. О. Ничего, тут всё нормально, всё закрыто, всё это. Вот какой он. Блин, мне не нравится то, что он светлеет. Это из-за того, что мы, как его звать, добрые. Кстати, всё в шрамах. Но на нём всё отражается, да. Хотя на самом деле мы были в доспе. А, ну это в самом, наверное... Мари какая-то. В самом начале, наверное, мы. Всё рассмотрели. Пойдём теперь к следующей. Не будем одеваться пока что. Что здесь? Подождите, что тут? Пусти меня. Вот что? Рыжий парик. Украли пять... Ой, зла. Сейчас мы... Сейчас он почернеет. А это что такое? Ну подожди. Ага. Ой, пыточная какая-то. Это как это... БДСМ-щина пошла. Мне плевать, что ты устала стоять. Да пусти. Мне плевать, что ты устала. Смотри, какой гадкий. Это вот этот Перещук, да, на котором они жаловались. Вот эта тварь какая-то стоит. Ваше высочество. Сейчас здесь. Где он? Вот он, вот он, вот он. Здорово. О, добро пожаловать. Меня зовут Перещук. И эти дамочки принадлежат мне. О, какая рожа мерзкая. Посмотрите, чё это бородка вот эта вот такая вот. Он прям с ней отвратителен. Здесь лучшие специалистки во всём Альбионе. Да, на самый разный особый вкус. Да. При наличии денег вы можете взять на пробу любой, да, скажите, товар. А если что-нибудь будет не так, обязательно скажите мне. Да. И последнее. Будьте осторожны со старой мадам. Она охотится за бумагами на это заведение и способна на любую хитрость. Ах, когда она была моложе, её рыжая шевелюра сводила меня с ума. Но сейчас она непривлекательной дохлой свиньки. Вот ты сам свинья какой-то, посмотри, а. Так что вместо того, чтобы выпытывать мои тайны в постели, пытается меня напоить. Один раз ей это чуть не удалось, но теперь я на чеку. Хозяин тут я, и так тому и быть. А, хотя хватит мне ворчать. Это мои проблемы. Как на духу всё вылезло. Проходите, проходите, сэр. Просто как на духу. Мы просто вот пришли, да, он. Здрасте, я господин Пичок, ты так каждому рассказываешь. Здрасте, я Полли. Милашка и Полли раньше кликали, а нынче просто Полли. Так. Со мной вам всего в полсотни обойдётся. За полцены. Ну, чего скажете? Ну, не, заняться грязным делом с Полли. Ну, хозяин Барин. Не, женщина, подожди, нет. Я, конечно, подождите, дайте мне. Ну, подвиньтесь. Да разойдите, чё встали. Так, какая ещё же... Так, вот это, с вот этой мы были, да, вот это какая? Это действительно следователь. Очень приятно, сэр. Я леди София. Я занимаюсь состоятельными клиентами. Я не дёшево, но зато весьма необычно. Я самая лучшая. Она какая-то экзотичная. Смотрите, какой у неё корсет. Прям вот, посмотрите, он идёт прям, ой. Что есть, что нет. Желаешь сделать это с леди Софией? Тысяча золотых, минус. А чё так дорого? Это сто стоило, а ты сразу косарь. Кстати, Поли нам вообще за 50 предлагает. Между прочим, с Поли написано, займёшься грязным делом. Ты знаешь, как несправедливы к женщине обошлись. Я с вами обойдусь, как должно с героями. Пойдите сюда, сэр. О, смотрите, там голая стоит женщина прям. Ну, в смысле, они... Ну, понятно, но там прям совсем. Ну-ка. Интересно, такие же будут, да? Возьми меня с собой. Нет, смотри. Так вот вы какие северные герои. А мы северные, да, Гилл? Я обернусь вокруг тебя, как бархатная накидка. Только не задуши, ладно? Вы не такой, как те подонки, что здесь обычно бывают. Да? Приходите ещё. Окей. Мы планируем, нам надо дверь открыть. Губки, губки. Смотрите, как он мерзко с ними обращается. Сейчас скотина такая, а. Просто вообще слов нет. Какая мы ещё не пробовали? Вот ты, по-моему, иди сюда. Добро пожаловать. Я Лукреция. Лукреция. Смотри, как вообще у вас какая-то восточная с какой-то бахромой. Если вас интересует нечто экзотическое, вы нашли то, что искали. Я надеюсь, ты хоть не стоишь два косаря. Я вижу проблеск интереса. Да есть, конечно. Нам всех надо перепробовать. О, 200! А что такой разброс цента? 100, 200 и косарь. Насладиться экзотическими талантами. Лукрецией. Вы приняли верное решение. И надеюсь, вы за мной угонитесь. Какая шустрая. Мы вообще-то герои. Мы тут очень быстро сами по себе потопали. У неё ещё бантик, смотрите, на пояснице. Вот так, герой. Ага. Немного поглубже. Ты посмотри, что происходит. Именно так. Именно так. Никогда ещё не работала с героем. Это было интересно. Какие-то слабые стоны были у неё. Мне кажется, у предыдущих были похлеще. Какая-то прям... Хоть могла бы сыграть, чтобы тебе приятно было с нами. Коза. Так, это мы пробовали. Это тоже. Всё, что ли, закон не было? Не, подожди, где вот эта женщина стояла? Вот она. Здравствуй. Куда пошла? А, понятно. Делай, что Ядвига скажет. Это ж БДСМщица. Сколько? А чё так дорого ты нас бить будешь ещё? И мы тебе заплатим так дорого? Заняться этим с госпожой Ядвигой? Ну, конечно, мы хотим всё попробовать. Ну, пошли. Сюда, червячок. Да в смысле? Мы герои, мы побеждаем, мы порабощаем. А, это её кровать. Репу почесал. Ты называть ты мушик? Да. Этого быть мало. Как это мало? На колени шифо. Я хотеть видеть, как ты умолять. Мы обычно так... Ты называть ты мушик? Этого быть мало. Ядвига любит червячков. Это хорошо. Ну, мы попробовали. Ядвига, конечно, опыт такой себе. Ничего, ничего. Всё хорошо. Подвинься. Подвинься, говорю тебе. Ну, давайте возьмём эту Поли. Что нам делать? Поли, ты где? Поли, вот она. Он просто... Ну, а чё мы... Мы... Ну, так же нельзя тоже. Мы всех... Здрая, любимый. Смотри, как она, милашечка. Поразвлечься пришли. Ну, да. Блин, почему с ней это грязным делом называется? Ну, она же... Ну, она, кстати, не такая уж и старенькая. Смотрите, она вроде как бы даже ничего ещё... Ну, так пошли со мной. Не беспокойся. Ну, сейчас самое лучшее сейчас из них окажется. Прямо по-любому. Ну, хотя бы на кровать идём, не на ту. Пыточную просто. Осторожней со своими лапищами. Ой, ну хоть кто-то нас похвалил. Будь нежен, парниша. Я уже не так гибка, как раньше. Ты ведь ничего не хочешь поломать, правда? Да, сэр. Поли, ещё гого! У неё помада размазалась, сэр. Правда? У неё помада размазалась, я вам точно говорю. Поли. Ну, мы всех перепробовали. Кстати, давайте посмотрим статус... Ой, не сюда, статус героя. Личность. Сейчас нам напишут, что нам 40 лет, да? 30 лет, я же говорю. На самом деле, нет. Ну, вы понимаете, да? Ему по-прежнему, ну... Давайте, хорошо, пока он тут ходит, странствует. Сколько ему лет? Ну, я думаю, что ему 20 с чем-то. Но явно не так много, как хотелось бы. Я вообще, да. Итак, смотрите. Прожитые игровых дней 18. Времени в игре, но это ладно. Мы там из них этого времени потратили на хобов часов 3, мне кажется. Татуировки разбойников. В его счёт 232. В... 13... Чё, это 18 или 13? 13 оборотней. Хобов 463. И посмотрите, насколько мы убили хобов. Вы видите эту цифру? Просто сравните, сколько мы убили разбойников и сколько мы убили хобов. Это просто вообще дичь. Это же... Нимф 9. Эти крысы болотные, которые летают. Любимое оружие. Стальной большой меч. Любимое холодное оружие. Стальной большой меч. Любимое метательное оружие. А ну, мы потому что не пользуемся. Обезглавлено 7 врагов. Высший боевой множитель. 22. Любимое заклинание. Боевой натиск. Случаев использования магии. До хренища просто. В основном всё против хобов пошло. Заклинание всего 4. Ориентация. Мужик. Мужик. В начале я точно помню. Я не знаю, показывал вам или нет. Там точно было. Хрен его разберёт. Если честно, по-моему, было написано что-то такое. Супругов 0. Влюблённых 8. Сыгран на свадьб 0. Разводов 0. Овдовил 0. Занимался сексом 5 раз. Мужик. Мужик. 100% мужик. Дорогое сердцу месту. Вход в Чищобу. Это не так. Вообще-то была гильдия. Вход в Чищобу стал из-за хобов. Я всё смотрела. Точно было за хоб. Смотрите, у нас, кстати, одинаково. Плюс 13 опаяний. Плюс 13 ужаса. Всего получил вознаграждение 18 580. Мы, кстати, можем сейчас подкорректировать наши деньги. Подкорректировать их, раздав их вот на этих женщин. Но, на самом деле, знаете что? Знаете что? Так, соблазнение. Прекрасно. Вы же на работе, дамочки. Какой мерзкий урод. На самом деле... Надеюсь, у вас всё в порядке. Что я хотела сказать? Меня оттелеклетик орали тут. И я забыла, что я хотела сказать. Вот так. Да, всё, открывайся. Вдруг мой, ты прославился, как известный сексуальный подвижник. Я всех перепробовал. Но в глубины разврата и порока ты ещё не проник. Не оставляй стараний. В смысле? Чё, мало, что ли? Там больше нет женщин. Я поняла. По второму разу со всеми, да? А, подожди, а мадам вот эту можно? Вот эту мадам, может быть? Да подожди, ты со своим заданием очень важным. Подожди, где вот эта женщина? Может быть, с тобой тоже можно? Снова встретились. У нас есть место для юной леди. Если знаете такую, пусть оденется получше и приходит. Посмотрите на неё, посмотрите на неё. Какие ресничища какое-то. Изма, да? В похождении императора. Нет, с ней нельзя. А чё, в смысле, нам недостаточно? Может, мы упустили какую? Я думала, может быть, с тобой, слышишь, официантка? А ты же была в нас влюблена. Всё? Ну, конечно, я бы тоже разлюбила тебя, увидев как-то каждую из этих... Ура! Их пять штук. Может, по второму разу надо с каждой? Досточтимый следопыт. О, какой. Смотрите, какая это. Какие картины. Так прозвали его в народе. Да, так прозвали. Я знала, что после того раза вы вернётесь. Ещё? Ну, давай, пошли. Поделиться с Амелией плотским опытом. То есть с этой мы сами делимся опытом. Не волнуйтесь. Вот увидите, что я стою каждой монетки из сотни. Да, видишь, какая. Так, хорошо. Дубль два. А это можно как-то пропустить? Нет? Неплохо. Она в этот раз по-другому говорит? Герой. Да что это? А мы наловчились, понимаешь? Я же вам понравилась. Заходите повторить, приходите в любое время. Мы просто наловчились с того раза. Мы уже перепробовали тут всех, кто был. Опыта поднабрались. До этого у него опыта не было особо. А теперь появился. Ну и ну. Так, ну давай ты. Рыни слопа, как труки. Да. Это хорошо. Ядвика может опять с тобой поиграть. А, я вспомнила, что я хотела сказать. Подкорректировать наши финансы можем. Мы же их начитерили. Мы можем сейчас на них всё спустить. Хотя, с другой стороны, я знаю, куда мы можем. Их спустить. И подкорректировать. Так. Ты называть ты мужик? Этого быть мало. Да, ну в смысле? Ты же сама сказала, что мы не с тобой. На колени шифо. Я хотеть видеть, как ругулять. Ты продолжать, пока Ядвика не говорит стоп. Да. Ядвика любит червячков. Это хорошо. У неё вообще одежды на ней нет. На ней только ремни, смотрите. На ней только ремни. На ней нет одежды. Сапоги. Сапоги на ней. И всё. На ней есть сапоги, и этого хватит. Так, тихо стоять. Кто? Ты? Ну и ну. Вот это стоит 200, да? Вы хотите вновь прикоснуться к экзотике? Да, за 200 монет. Насладиться экзотическими талантами. Лукреция. Вы приняли верное решение. И надеюсь, вы за мной угонитесь. Ну да-да-да, пошли. Как это пропускать? На Энтернер? Ну нет, давайте посмотрим, может они разные. Именно так? Не, она то же самое говорит. Вот так, герой. Немного поглубже? Нет, это вообще всё то же самое. Никогда ещё не работала с героем. Это было интересно. Ты всё уходи. Это неинтересно. Мне не понравилось. Вот это мне вообще не нравится. Совершенно. Как-то прям вообще. А где эта экзотика, которая... Не экзотика, которая касарьствует вот этого? После шёлка хлопок ты уже не поносишь. Правда же? Смотри какая. Ты посмотри какая. Обосрала всех девок. Желаешь делать это с леди Софией? Я с вами обойдусь, как должно с героями. Пойдите сюда, сэр. Не, ну это просто. Короче, самое вот это за 100, самое нормальное. Самое адекватное из них. Я обернусь вокруг тебя, как бархатная насыпка. Хочет нас явно, 100%. Так вот вы какие северные герои. Чтянэ ням. Я обернусь вокруг тебя, как бархатная накидка. Вы не такой, как те подонки, что здесь обычно бывают. Приходите ещё. Мы вынуждены на самом деле, потому что по-другому в этой игре невозможно заняться ничем. По-другому не дают. Ну и ну. Я бы с радостью обошлась это, например, с какой-нибудь уже... Ну давай вот с этого. Вам в тот раз понравилось? Да. Желаете повторить? А, у неё в принципе всегда размазана помада, смотрите. Да. Ну так пошли со мной. Не беспокойтесь. Самое, короче, адекватное это вот Поли и Амелия, или как... Короче, самое, которое дешёвое из них. Но она, видимо, ещё не достигла ранга. Ты осторожней со своими лапищами. Ты ведь ничего не хочешь поломать, правда? Они все приятны тоже. Может быть, мне показалось, что она будет что-то другое? Вот мне же, парниша, я уже не так гибка, как раньше. Ну ладно. Да, сэр. Поли, ещё ого-го. А, да можно сбросить. Прикиньте, было всё это время. Что там со статусом? Личность. Сколько раз у нас? Десять должно быть. Да, всё, десять. Пойдёмте, может быть, нас уже теперь примет. Изумитель. Давайте до тринадцати добьём. Вот с этой вот, с вот этой. Вот с самой адекватной. Я знала, что после того раза вы вернётесь. Ну да, она и самая симпатичная так-то вроде как из них. Ну-ка давай. Такая, представляете, блондиночка вся в розу. Он такая, такая нежненькая, неленькая. Не волнуйтесь. Вот увидите, что я стою каждой монетки из сотни. Да, в отличие от вот этих, вообще не отрабатывают свои деньги. Не, вот давайте. Вот это, короче, больше всего понравилось. Можно идти жениться? Неплохо. Да, наверное, тоже горит. Всё, хорошо. Давай ещё раз. Давай до тринадцати. Я знала, что после того раза. Да, да, да. Не волнуйтесь. Да быстрее. И ещё раз. Сколько там осталось? Я знала, что после того раза вы вернётесь. У неё ещё и тени розовые. Смотри, такая подводочка. Ну, короче, она самая симпатичная. Вот увидите, что я стою каждой монетки. И как бы она нам... Одна червяком называет. Другая вообще как бархатная монетка хочет подушить. Это экзотическое... Ты что это? Нет, она другое говорит. Другое говорит. Я вижу, вам понравилось. Заходите повторить. Приходите в любое время. Она точно говорит другое. Я знала, что... Ну-ка, ещё разок. Не волнуйтесь. Мы по... Блин, упустили 13-й раз, да? Ну, ладно. Ладно. Будет 14. Ещё? Ооо. Не плохо. Да, она единственная, кто хотя бы разное говорит. Всё, нормально. Сколько там получилось? Нам теперь эта дверь откроется или нет? Сколько там ей раз надо? 20, что ли? 14. Ну, ладно. 14-й был контрольный. Контрольный. Чёртова дюжина. И плюс один. Так, нам ещё надо переодеваться обратно в одежду. Ну-ка, где там эта дверь? Вон она, вон она, вон она, вон она, вон она. Ну? Так, так, так. Да. Стала бы ты мастер любов. Естественно, кто же ещё как не... Я тебя пропущу, только один вопрос сначала. Ну-ка. Каково это? Ну, с экзотикой вообще скучно, как бы. С Поли самое то, ну, а можно поломать её. Вот эта, которая Едвига, она того немножко, она червяком обзывается. А какая-то ещё была, я даже её не запомню. А, вот эта, которая Леди София, ну, вообще нет. Самая нормальная, короче, Амелия. И самая дешёвая, бери её. Ну, и самая красивая она ещё. Пойдёмте, наконец-то. Заброшенное аббатство. Ого. Ого. Ничего себе вот это тут. Ну да, это точно. Смотрите, двери, они как бы не в какую-то ведут. Ну, либо они ведут в какой-то портал, который перемещает нас просто в место. С умиротворяющей музыкой. Что тут у нас? Ну-ка, рассказывайте. Сутенёрская шляпа? Я никогда этот сундук не открывала. В смысле сутенёрская шляпа? Да ладно, подожди. Чё? Как это? Одежда. Где она? Вот она. Голова. Где она? Вот она. Смотрите, ужасы. Обаяние есть, кстати. Класс доспехов, конечно, самый такой ничтожный. Да? Нет, не самый ничтожный. Смотрите, он даже не самый ничтожный. Чё на тебе? Ну-ка, покажи. Ну. Какой кошмар. Мы похожи на безумного шляпника. Мы похожи на безумного шляпника. Посмотрите на это. У меня нет слов. Ну, подожди. Не надо где-нибудь встать так, чтобы я могла тебе это зафоткать. Блин, фон такой надо, чтобы красивый был. Может быть... Во, вот тут, наверное. Нет? Да как? Так, сейчас я его разверну как-нибудь покрасивее. Вот. Вот примерно так. От перфекциониста. Во, вот так. Во! Вот так. А давайте мы его наденем. Чё он у нас полуголый-то такой? А где? Одежда, одежда. Торс. Не, я думаю, мы только на стук не наденем чё-нибудь. Босиком. Сапоги. Вот. Сапоги ассасина пусть будут. Нормас. Идеально. Кошмар. Так, ну что ж. Давайте. Я не знаю. Давайте походим в эту шляпь. Давайте сейчас. Ладно, хорошо. Пускай он бегает так. Это, конечно, кошмар. Нам нужно ещё... Мы не уйдём пока что ещё отсюда. Нам нужно кое-что доделать. Прям вот обязательно нужно доделать. После этого мы уйдём. Я тебе велел не пугать клиентов. Слышите? Какая скотина. Итак. Что он сказал? Приятных впечатлений отвези. Не, пожалуйста, эту шляпу. Вот, мне сейчас будет плохо. Вещи, вещи. Одежда. Вот, у нас есть костюм. Давайте мы костюм наденем. Что у нас есть? Латы. Вот латы. Давайте надеваем латы. И снова мы встретили. Да. Ну и ну. Кто-нибудь из девочек вам понравился? Амелия самая норм. Да. Да. Старый прыщук. Всегда засыпает после того, как сходит наверх с кем-нибудь из девицы. А ещё он болтает во сне. Так. Ну и... Ну и? Раньше он спал только со мной. Уверял, что ему нравятся рыженькие. Парик, да? Очень хорошо. Перещуп слишком скуп, чтобы тратиться на выпивку. И мне не даёт. Говорит, я хочу его подпоить. Конечно. А зачем ещё? Мне бы понадобилось платить за эту тварь. Слушайте, подождите. А мы, получается, можем его... А вы? Всё, всё одно и то же, да? Ну-ка ещё. У нас есть место для юных... Да, всё, она по-новой стала говорить. Короче, она дала нам подсказки. Давай, пожалуйста, следопыт. Мы можем, получается, нарядиться в... Ну, хорош, орать мне в ухо. Мы можем нарядиться парик... Нарядить на себя парик. И он примет нас за девушку, да? Да, благословение свыше. Так каких вы женщин предпочитаете? Каких надо? А, вот у нас появилась F2, смотрите. Давайте попробуем. Пивко холодненькое. Вы славный человек. Да, мы можем его напоить, наверное, да? Ну-ка, давай попробуем. На. Ещё одно пиво! То, что надо. Он вообще прям, смотрите, ему даже это, без разницы, кто ему покупает, зачем. Нам надо... И ещё пиво! Вот это да! Ну-ка. О, да! Сколько тебе надо пива-то? Ой, сколько... Четыре? Как мне хорошо. Всё, развезло его, развезло. Он сейчас скажет нам. Он сейчас нам всё выдаст. Все секреты на пятое. Ты самый лучший посетитель за всю жизнь. Ты пока ещё даже не представляешь. Я самый худший посетитель в твоей жизни. Поверь. Шесть... А вот все сильные. Что-то мне нехорошо. Пожалуй, пойду наверх. Это самое... Так. Всё, пошёл наверх. Мы упроводим? Да, мы упроводим. Есть! Всё! Нам надо, чтобы он сказал, где купчий. Шикарно всё. Я... Похоже, я чутка перебрал. Давайте-ка я отведу вас в опочивальню. Проспитесь. Слышь, герой, управишься с ним? Да, конечно. Чё бы нет-то? Всё нормально. Ладно, тогда заходи. Пошли. Думал, можно у меня так запросто целый бурдель из подноса увезти. Ну да. А ничего у тебя не выйдет без купчика. А уж я-то о них позаботился. Да-да. Так, 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 говори, давай-давай-давай. Позаботился. Говори, где-где-где. Никому им в голову не придёт искать их под тем старым деревом у озера. Есть! Выдал всё как на духу. Просто вообще, просто находка для шпиона. Ой, моя головушка. Видать, последняя бочка Элли была явно лишней. Надеюсь, я не болтал опять во сне? Не-не-не. Вообще не. Ни разу. Ни разу. Всё, пошёл. Пойдёмте выкопаем купчей себе. Так, под тем старым деревом. Да, есть такое. Под тем старым деревом. Это вот это вот, что ли, да? Под озером. Я тут больше не вижу. А это, кстати, что за статуя мы смотрели? Силькана, богиня нежной любви. А, ну это как раз вот Амелия. А, нет, это не это. Это которая это. За две... За косарь которая. А где... Как найти... Ой, давайте найдём остальных. Вот это Едвига. Сто процентов. Вот это вот. Вот это вот, да, Едвига. Ламенция, богиня боли. А где девочка другие? Ещё две, как минимум. Три. Ещё поле есть. А тут нету больше, кстати. А вот в самом начале нет? А, это, это, это. Это вот это. Мадам Минше. А где остальные-то? Тут не все. А, ну они, наверное, не дослужились ещё до того, чтобы статую получить. Понятно. Хотя после нас Амелия сто процентов должна получить свою статую. Это прям вот сто процентов. Пойдёмте, ладно. Так, где-то вот тут вот, да? Где копать? Не появляется, кстати. Смотрите-ка. Каким деревом? Вот под тем, что ли? Не, до него не добраться. Значит, вот это. Ну, лопата не появляется. Вот, появилась. Смотрите, F1. Ну-ка. Закладная на буардель. Всё, мы получили её. Давайте мы сделаем чёрное дело. Но он так обращается с этим девушками. Вы слышите, какая скотина? Я не наблюдаю. Лучшая метода – пробовать всех по очереди, а потом выбирать со знанием дела. В принципе, мы так и сделали. И снова мы встретились. Надо, мадам, пи... Мадам вот этой вот, да? Меньше. Здорово. Ты добыл наши купчие? Да. Неужто мы и вправду избавимся от пересчупок? Есть такое, да. О, радость. Чего? А? Ты где их взял? Они же были так хорошо припрятаны. Пить надо меньше, дебил. Это место значило для меня всё. И ты это всё разрушил. Да-да. Как скотина себе голова. Небудь ты таким импозантным героем, тебе бы не сдобровать. Но ничего, ты у меня когда-нибудь догеройствуешься. Ой, что ты говоришь? Серьёзно? Иди давай отсюда по-добру, по-дорому. Что же, выходит, что теперь ты новый владелец. Есть такое, да. Ну и ну. Всё, мы забрали бордель себе, да? Так, хорошо, пойдёмте тогда. У нас задание-то какое? Чё-то я всё поперепутала. Где? Нам деньги-то за бордель будут прилетать, интересно? Я просто ни разу как-то не пробовала даже. Чё-то я прям... Какое у нас задание, кто-нибудь помнит? Статус героя, карта, имущество, навыки. Так, нет. Задание. Вот, текущее задание. Спасение торговцев. Нам нужно на холмового поле, да? Всё верно. Нам нужно на холмового поле. Мы можем переместиться туда, да? А, нет, нам нужно вообще не туда. Нам нужно как минимум в лагерь два ножа. Да, вот оно. Ну давайте переместимся, чем будем ходить по сто лет. Я, конечно, хотела зарабатывать опыт, как бы, побольше, но... Игра сохраняется автоматически, кстати, сразу. Ну. Так, стоит уже какой-то этот, стражник. Чё-то. Хвала, Аба, вы здесь, сэр. Положение критическое, сэр. Критическое. Разбойники требуют у союза торговцев выкуп, и у них трое заложников. Союз отказывается платить, а сегодня последний день. Вызвали меня, потому что я у них в долгу. Ну, в общем, я на той неделе только из учебки выпустился. Да и по освобождению заложников у меня три с минусом. Ну ты, блин, самого нам подогнали. Знаете что, я вам скажу, где они, а вы сами разбирайтесь. В смысле? Одну минуту. Ты, может, с нами пойдёшь? Да, в общем, один у холма, а ещё двое за теми большими воротами. Всё чисто? Ну, тогда я прибегу к тактическому отступлению, пока меня не засекли. Это... Ёл! Удачи! Три с минусом у него по освобождению заложников. Удручённо вздохнул наш несчастный герой. Следопыт наш. Так, спаси всех трёх торговцев, которых держат в разбойничьем лагере. Награды гильдии 5000 золотых. Обещанная слава 400. Я предлагаю нам надеть шлем наш, имущество, вещи... Нет, одежда. Одежда, голова. Вот. Светлый кольчужный шлем. Убирающий у нас обаяние. А ну, погодь минуту, скорбово отродь. Я хотел торговцев выпустить. Вы слышали, что он сказал? Он назвал нас скорбовым отродьем. Да, мы хотели торговцев выпустить. Мы даже не даём им договорить. Для разнообразия надо попробовать дать им договорить. Слушайте, с этим метчиком вообще прекрасно. Мы, может быть, сейчас справимся на ура. Где там ещё? Ой, их тут толпа же целая. Ну да, хотел выпустить. Я и выпущу. Опа, опа, в нас попали. Нас попали. Ты где? Ой. Ой, смотрите. Ой, ой, ой. Ну, подожди, дай я заколю. Дай заколю. А, не получилось, ладно. Дайте мне их заколоть. Ты что делаешь-то? Да, вот тебе его как. Кто там стоит? Ай, ты наёмник. Мне не нужен кто-то спину прикрывать. Не, подожди, чувак, не надо. Давай потом. Мне сейчас... Блин, вот самое в этом задании, самое дикое, это то, что нужно защитить торговцев прям совсем. Ну, то есть, их будут убивать. Вы пустите меня. Блин, а как... Они... Они сейчас будут его бить, да? Вот они появились из ниоткуда. Не могу на это смотреть. Да в чём дело-то? Защищается, блин, он. Вот самое дикое то, что они будут бить торговцев. Реально. Я не понимаю, зачем смысл это. Они их заложник держат. Они, наоборот, должны их не трогать. Где? Где ещё кто-нибудь? Чё-то я не вижу. А где остальные, слышь? Так, вот ещё один вижу. Да в чём дело? Почему так сложно? Так, ну не трожь торгов... Не трожь, говорю. А он вроде не трогает, кстати. Так, мне кто-нибудь объяснит, где ещё найти торговцев? Я чё-то не вижу. Нам в лагере надо? Где они ещё-то находятся? Не понимаю. Да, смотрите, они здесь. Ты не хочешь здесь подождать? Стой, ву-ву, отлично. Я надеюсь, они не прибегут к нему без нас. Ну, короче, все, кто здесь были, мы всех их порудим сейчас вот этим. Да в чём дело-то? То нормально попадаем, то, короче, что-то не получается. Где, где, где? Ой-ой-ой. Это я протупила. Да. Смотри какие свиньи. Получается реально, да, все, кто здесь были, мы сейчас всех их и поубиваем в итоге. Так, а где ещё? Это там стоит, голову прикрывается нормально. Так, вижу где-то, где-то вот тут, да, наверху? Да, вот, 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 вот он. Нет, не вижу. А, вот он. Не могли бы, потому что мы вообще-то ещё не добились. Тебе не смущает это? Не могли бы вы выпустить? Ага, слышь, какой, блин. Так, а... Ах, мой спаситель. Сейчас, наверное, набегут снова, да? Вы пришли меня освободить, верно? Кстати, впервые слышим такой голос. Прекрасно. Просто прекрасно. А то, порой гильдейские, между нами говоря, любят нам голову рубить. Ой, в общем, идёмте. Да. Мы, кстати, про это знаем. Нет! Вот он, побежал на него! Он скотина. А где тот-то первый? Я запуталась. Вот там, наверху, да? Ты где там? А где наш этот второй-то? Блин, а где? Реально, подождите. Сейчас ещё добьют у нас нашего чувака. Вот он здесь. Всё нормально. Его бьют! Ты посмотри, что происходит. Я же говорила, блин. Это была плохая идея, короче, оставлять его здесь. Всё, короче, всё плохо. Ну, нормально вообще? Мы сейчас заправим задание, да? Мы провалим задание. Нормально же, до этого не били. Почему они стали бить их, блин? Вот, блин, всё. Короче, больше так не делаем. Не оставляем их. Бежим к третьему. Где третий? Вот где-то тут. Как попасть-то куда? Вот сюда. Куклёныш, он хотел сказать, да? А мы ранены? А теперь-то вы меня выпустите или как? Так, там вообще какой-то... Слышали какой-то там, чувак? А теперь-то вы меня выпустите или как? Нам, походу, придётся переигрывать. Да прийти. Пожалуй, следует вас отблагодарить за проявленное внимание. Вам же невдомёк. Сколько я тут промаялся? Благодарный. Не будем же мы весь день тут стоять. Надо... Какой ты благодарный. Просто слов нет. Ну всё, того убили, считайте. Куда? Да, его убили. Всё, нам придётся переигрывать сейчас. Ладно. Да, один из торговцев заложников погиб. Окей. Давайте тогда не будем оставлять его там. Я... Блин. Это нечестно. Это всё нечестно. Ну? А? А в смысле мы вот так вот, да? А почему? По какой причине? По какой причине? Так, ну что? Дубль два. Попытаемся продолжить. Давайте. А почему мы без шлема оказались? А, да-да-да. Надо его надеть. Имущество, одежда, голова. Где этот наш шлем-то светлый? Вот он. Всё? А ну, погодь минуту, с кормово отродье. Хотел торгов... Да, хотел торговцев забрать у вас. В смысле? Может быть, нам пробежать сначала за теми двумя? Пришел торгашей вызволять. Хрен с два тебе. Ну, вообще, да. Мы пришли торгашей вызволять. Хрен с два тебе. Слухай, какой мерзкий, гадкий. Попали по ним? Да, попали. Всё. Может быть, нам сначала добраться до тех двух? А потом вернуться за этим? Как-то так это прям... Сейчас пощикую тебя. Что-то будет. Хотя не знаю. Ну, давайте попробуем. Я предлагаю, мы сейчас закончим вот с этим заданием и как раз лишим силу. Я думаю, в принципе, там как бы нормально. По времени. Эй! Кто там сзади? Тебе не нужен кто? Спину прикрывать? Слушай, вообще, мне кажется, нужен. Я уже чувствую так, что нужен. Где ещё? Ну, вот смотрите, здесь они не нападают. А, ну, правильно, мы его пока не взяли в своё тут. Да, блин. Всё. Костёр. Тебе не нужен кто? Спину прикрывать? Эээ, чувак. Ещё и тебя прикрывать потом понадобится. Так, так, так. Всё, да. Ура. Иди отсюда. Хорошо полетела. Здорово. Мы всё видели. Так, разбойники. Ага, вот они налетели ещё. Но это несправедливо. Мы здесь всех победили. Почему мы должны ещё раз сражаться? Это вот нечестно. Не трожьте моего мужика. Давайте попробуем всё-таки с ним идти. Так, больше шансов его защитить. Прям вот реально больше. Так, здесь двое. Нет, трое. Порежу. Сейчас я тебя порежу. Где ещё? Мышенос. На. Получил? Вот и всё. Так, хорошо. Идём дальше. Запретный лагерь два ножа. Почему же всё-таки они налетели-то на него? Откуда? Здесь их не было. Это наши пленники. Взять его. Да, да. Ну-ка, блин. От меня не выйдёшь, куклёнок. Они реально называют нас куклёнком. Посмотри на них, а. Я надеюсь, мы этого мужика не задеваем своей магией. А то возможно. Всё? Так, где, где, где ж ещё? Вот там вот, наверху, да? Блин. Козлы. Такая толпа вообще. Такая толпа. Это маг. Это маг, да. Слыхали, видали. Убить его. На. Всё. У-у-у. Давай заколем, заколем. Ты чё до им делаешь-то? Ну-ка, давай его. Дай отдохнуть. Ха-ха, не. Славно. А теперь не могли бы вы меня выпустить? Я никогда в жизни не слышала в этой игре такого голоса. Серьёзно вам говорю, смотрите. Ах, мой спаситель. Вы пришли меня освободить, верно? Прекрасно. Просто прекрасно. А то порой... Видите, он говорит про гильдейских, что они любят рубить головы. Я в прошлый раз... Была у нас такая серия, где я немножко рассказала об истории Альбиона, предыстории его. Так, там наверху, по-моему, эти, как их... Где? Там наверху, по-моему, дерутся, да? Да, это не сюда нам. Значит, нам нужен другой. Вот тот, внизу. И там рассказано, как бы, почему жители Альбиона немного странно относятся к гильдии героев. И к героям оттуда. И почему у нас герои берут ещё, помимо добрых дел, какие-то заказы на злые... На злые дела. Потому что гильдия стала своего рода каким-то наёмным... Сборищем наёмников. Ну, то есть, как бы, нанимают и на добрые дела, и на... И на... И не на добрые. Торгашей повыпускал. Да, повыпускали мы всех торгашей. Чё ты хотел? Как ты думал? Да, посмотри, что происходит. Отоприте клетку! Я тебе сейчас отопру клетку. Подожди, ты не видишь, мы заняты тут, как бы. Да, это замечательно. А теперь-то вы меня выпустите или как? Давайте его послушаем. Он так смешно разговаривает. И, в общем, гильдии у нас и злых, и добрых героев выпускают. И из-за этого, видите, они, как бы, ну, немножко стрессуют. То есть, непонятно, какой герой к ним пришёл. Добрый или не плохой. Пожалуй, следует вас отблагодарить за проявленное внимание. Вам же не вдомёк. Сколько я тут промаялся? Ну, это типичный промок. Мы будем же на везде тут стоять. Надо спешить, скорее. Так и надо, так и надо, да, быстрее, да. Пошли. Так, сейчас, очень осторожно. На нас со всех концов будут набегать, да? Ну, слушайте, ой, надо выпить что-нибудь. Поесть, давай поедим. Давай поедим. А почему? В смысле? Почему нас так резко забили? А чё в смысле происходит? Чё, чё, чё такое? Так, вы тут живы все? Отлично, пойдёмте. Осторожно. Где-то тут вижу. Ой-ой-ой. Что там? Вот ты тут взялся. Опа-опа, давай заколим. Заколи его. Ну, чё ты его не заколишь-то? Я. Всё. Так. Вот туда. Я так понимаю, что это не последнее. Нас там дальше тоже ждут, видимо, да? Я думаю, что да. Давайте попробуем прорваться. Ну, видите, по крайней мере с ними, да, сейчас они рядом с нами. Ну, видите, они откуда-то мы террилизуются внезапно. По одному, по два человека. И пока мы находимся на другом конце, как бы у нас здесь расстреливают, разбивают, уничтожают их. Угу. Таки вот они ещё снова. Тебе не нужен кто? Спину прикрывать? Выше нос. Вот так. Ой, смотри. Ой, набежали. Ой, набежали. Ой, вы посмотрите, что произошло. Так, давайте, короче, разбивать их магией, потому что тут, короче, тут... Смотрите, окружили тварь, а. И они, главное... Зачем они их бьют? Я не понимаю. Это вообще... А, магия на исходе. Всё. Всё плохо. Да зачем ты их-то бьёшь? Дурак какой-то. Приготовься. Да что происходит? Я не понимаю. Я запуталась. Уйди ты с дороги, блин. Почему он их трогает? Я не понимаю. Мы же их никак не... Тебе не нужен кто? Спину прикрывать. Ты мог бы, как бы, знаешь, и так просто помочь. Не больно. Не больно, да, блин. Подвиньтесь, встали. Тут один опять. Вот этот самый верхний, опять он самый... Тебе не нужен кто? Спину прикрывать. Избитый. Да, подвинься ты. Я не понимаю, это мы их побили или кто? Блин, ну если мы до конца сейчас не дойдём, то это всё, как бы... Задание дебильное. Ну, в итоге я поэтому не люблю вот эти задания. Серьёзно говорю. Эти вот задания мне не нравятся. Доведи того туда, защити, а он при этом бросается. Касается под пули, ну, в смысле, под мечи. Ненавижу вот эти задания. Сейчас пощикую тебя. Когда просто ты идёшь, тебе надо там освободить. Ну ладно, ну хорошо, ну можно по пути, чтобы я его это, как бы, ну... Чтобы он сам как-то был без... ну, под защитой. Почему я должна его защищать-то ещё? А всё, мы пришли, нет? Нет? Чудесно. Наконец я свободен. А чё ещё-то? Ты чё встал-то? Пошли! Ты дурак? Пошли! Чё он стоит-то? Наконец-то! Спасибо за всё, герой! Вы заслужили награду! Спасибо, да, только ты самая-то покоцанная у нас. Эти-то двое усвистели сразу, а этот вон стоял, как дурак. Спасение торговцев. Ну вот, мы всё, в принципе, взяли. Так, а ещё знаете, что хочу сделать? Давайте, сейчас мы сделаем и... Завершим серию. Где-то это было. Мне почему-то кажется, что здесь есть какое-то задание. И вот прям... А мы теперь здесь не поторгуемся, да, с этим торговцем? Вот мы молодцы, конечно. Надо было сначала поторговаться с ними, а потом уже... Ой, давай разобьём тут всё. Ага. Под защитой магии. Ничего не даёт разбить. Ну ладно. Пойдёмте наверх. Мы уже не успеем, да, побороться с этими. Ну ладно, потом поборемся, снимем в следующий раз. Я хочу, короче, здесь есть какое-то задание одно. Мне кажется так, потому что я помню что-то такое смутно отдалённо. Ой, здесь сейчас будет толпа разбойников, да? Чё, кто, куда, где? Пацаны, если хотите меня поймать, вам как бы придётся меня ловить. Так. Вот, шатёр, два ножа. Мне кажется, здесь что-то есть. Но я могу ошибаться. Возможно, мы уже всё взяли. Блин, прикиньте, меня проглючило. Значит, здесь ничего нет. Или, может быть, мы рано пришли. Сундук это мы брали. Чёрт его знает. Чёрт его знает. Ладно, здесь мы всё взяли, точно? Давайте проверим. Ну, сундуки открыты, да, мы во время этой... Стычки с двумя ножами. Да, всё. Ладно, тогда... Куда мы вернёмся-то? Вот так вот встанем. Вот. На этом я предлагаю закончить. В следующей серии мы пойдём, короче... Куда мы там пойдём? Как у нас там задание есть? А, ну нам нужно в гильдию. Там у Мейза для нас задание есть. И мы, в принципе, за ним пойдём. Пойдём двигаться по сюжету уже. Продолжение. Следует. В гильдии тебя ждёт очень важное задание. Слышали, да? В гильдии ждёт задание. Всё.